Добрый день, уважаемые зрители, это программа Бахтибаев Агра в прямом эфире от Амикен Бизнес Ченнел. Сегодня мы поговорим о очень наболевшем и важном вопросе, это кредитование мелкого и среднего бизнеса именно в отрасли сельского хозяйства. Сегодня у нас в гостях это управляющий директор аграрно-кредитной корпорации Кенжибаев Айжан и директор департамента по вопросам занятости национальной платой предпринимателей Дулатов Женисбек. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел бы начать нашу беседу с такого общего вопроса, вообще доля мелко-среднего бизнеса в Казахстане именно в отрасли АПК, каковую долю занимает? Малый и средний бизнес именно в сфере АПК занимает порядка 99%, то есть это специфика сельского хозяйства такая, что в основном это представители малого и среднего бизнеса, которые готовят именно сырьевую базу для наших переработчиков. А крупный бизнес, он представлен совсем на сегодняшний день, это порядка менее даже 1%, это в основном крупные предприятия со средней численностью больше 250 человек. И вот как государственная компания, которая занимается именно развитием отрасли сельскохозяйства, ставите ли вы перед собой задачу по, так скажем, возращиванию бизнесменов из вот этих мелких сельчан, из мелких по размеру, вы говорите, 99%, ставите ли вы такую перед собой задачу? Да, обязательно. То есть мы нацелены на то, что наши клиенты в основном это начинают совсем с мелких займов. 3-5 коров там. Да, 3-5 коров. Постепенно развиваясь, мы их сопровождаем, ежегодно мониторим, помогаем где-то. Они переходят уже в стандарт средних заемщиков, и это нас очень радует. А теперь уже благодаря тому, что они могут скоперироваться, либо переходить на дополнительную отрасль, например, на переработку, уже развиваясь дальше, они уже постепенно переходят в представители крупного бизнеса. Давайте, Айжан, мы сегодня подготовили сюжет с владельцем животноводческой фермы Науаном Дауренбековым, который воспользовался как раз-таки вашей программой в аграрной кредитной корпорации по программе КУЛАН и начал расширять свой бизнес. Давайте внимание на экран. Науан Дауренбеков лошадьми увлекается с детства. Сначала с братом помогали отцу по хозяйству, потом занялись животноводством сами. Выращивали и овец, и племенных коров. Но в итоге остановились на разведении коней. С ними проще заниматься и вообще в планах у нас думаем доить кобыл и делать кумыс. Как бы сейчас продукт этот востребованный, экологически считается самым чистым. Увеличить поголовье животновод решил по госпрограмме КУЛАН. О которой узнал из СМИ. Взял в кредит 26 миллионов тенге и купил 100 лошадей, 10 жеребцов и 90 конематок. По словам сельчанина, никаких проблем при оформлении займа у него не возникло. На каждую голову по программе КУЛАН я получил по 250 тысяч тенге, а на жеребцов по 350 тысяч тенге. Пакет документов стандартный, как и во всех банках. Плюс, чтобы была кредитная история хорошая. Оформили буквально в течение одного месяца. Единственная проблема, с которой столкнулись коневоды – нехватка кадров. В маленькой деревне желающих пасти скот немного, хотя и создаются все условия. А так, уверяет Науанда Уренбеков, начать свое дело может каждый. Главное – желание. После такого сюжета у нас нет оснований доверять словам управляющего директора Агран-кредит-корпорации. Я думаю, все удостоверились, что реальные примеры существуют. И все-таки, в каких именно отраслях сельскохозяйства наиболее целесообразно развивать именно мелкий и средний бизнес? Допустим, сегодня что-то было про коневодство. Какие еще отрасли на ваш взгляд? У нас есть очень популярная программа на сегодняшний день. Она, наверное, у каждого на устах. Это программа «Сабага» – это развитие крупнорогатого скота. И со второго полугодия 2014 года мы запустили новые программы. Это программа «Алтынасык» – это на развитие мелкорогатого скота. И программа «Кулан» – на развитие коневодства. Ну, помимо этого, есть, конечно, и программа через сеть кредитных товариств. Через данную программу мы развиваем любые бизнесы. Это и рыбоводство, и пчеловодство, и садоводство. Это в зависимости от отрасли, от специфики, от погодных условий. Я не услышал по программе «Малыш товар на ферме». То есть, если, допустим, у человека есть, грубо говоря, в сарае 5 коров, и он хочет стать серьезным бизнесменом, и нам сделать, допустим, 25 коров, у него есть помещение. Какую программу он должен выбрать? Куда он должен пойти? Есть программа «РЭС». Я о ней не сказала, потому что основной оператор данной программы – это фонд финансовой поддержки. Наш недоработок надо было пригласить еще фонд финансовой поддержки. То есть, есть соответствующая программа именно по «Малыш товар на ферме». Да. Именно для мелких товаропроизводителей – это программа «РЭС» через фонд финансовой поддержки. Ну а для представителей крупного бизнеса – это молочно-товарные фермы от 400 голов – это «Казаграфинанс». Ну, мы о крупных сегодня не говорим. Давайте все-таки обратим внимание на нашего гостя, который сидит молча. Женезбек Тулатов – это директор департамента защиты вопросов занятости Национальной палаты. Но на самом-то деле этот человек – идейный вдохновитель и главный организатор программы микрокредитования на селе. Сегодня их программа «Национальная палата предприниматель Атомикин» уже успешно работает в пяти пилотных регионах. Выдаются займы размером до 15 миллионов. Но, я думаю, больше деталей мы услышим от самого Женезбека. Вам слово. Да. Основная идеология, цель МПП – это была именно борьба с безработицей. Сейчас, вы насколько знаете, в тяжелые времена основная существенная помощь для предпринимателей – это необходимые финансы для того, чтобы они могли бы открыть какое-то малое предприятие, малый бизнес для себя. Поэтому в период нашей деятельности более года мы выяснили, что помимо сопровождения проектов, которые мы оказываем, надо необходимо уже реально малому бизнесу помочь. Больше всего малый бизнес находится у нас на селе, поэтому на данном рынке у нас очень мало игроков, именно финансовка может помочь. Это кроме дочерней компании «Казагра» практически никто не финансирует. Поэтому мы решили параллельно оказать непосильную помощь в развитии села и борьбы с безработицей. Поэтому данная программа у нас очень успешно пользуется спросом именно на селе, именно у малого бизнеса. Ну, это очень хорошая программа. Я думаю, она прям реально. Вот вы сказали, что нет конкуренции. Мне интересно все-таки, откуда такие средства у палаты Атамикен, кто ваши банки-партнеры, какова вообще общая сумма средств выделена на эту программу, какие регионы конкретно участвуют. То есть я думаю, что, наверное, не все пока еще знают об этой программе. Да, как бы основной источник финансирования данных проектов у нас – это средства частных инвесторов. Средства МПП у нас на данный проект никак не выделяются, потому что это взносопреднимательный. Ни одну копейку мы не финансируем на эти средства. Мы привлекаем частные средства наших инвесторов. Мы привлекли порядка полтора миллиарда тенге от частных инвесторов. Плюс дополнительно полтора миллиарда тенге мы привлекли средства местных исполнительных органов. Мы предложили Акиматам совместно данный проект реализовать в данном регионе, но на партетных основах мы создали микрофинансовую организацию. Вклады инвестируем 51% доли, 49% должен профинансировать местные исполнительные органы. А есть ли какое-то целевое назначение у этих средств? То есть ограничиваете ли вы, или вы, допустим, отдаете приоритет именно сельскому хозяйству? У нас ограничения только предприниматель не может использовать данные средства на потребительские цели, не может купить личный автомобиль, либо дом, а также не может использовать это на сфере торговли. Остальные виды бизнеса мы полностью все финансируем. Ну, если логически продавать вашу цепочку, насилие, кроме как сельскохозяйственным, заниматься в принципе и нечем. По большому счету 90% случаев. Ну да, больше 90%. То есть ваш кредит, наверное, сейчас состоит из большинства все-таки именно проектов сельского хозяйства? Да, мы проназили где-то процентов около 80-85% этого сельского хозяйства. Но есть предприятия, малый бизнес, берут деньги на услуги. Ну, конечно, сфера услуга. Берут на сферы также переработки. Есть, но данные как бы сферы в основном больше всего пользуются на селе, и у нас именно сельский бизнес. А на каких условиях вообще выделяются данные средства? То есть, вот написал какой-то бизнес-план? У нас, ну, сам механизм у нас состоит в том, что изначально предприниматель обращается в наши ЦОП-ЦПП, которые у нас находятся в каждом районе области. Полностью проводится сперебучение, если необходимо, как заняться бизнесом. Готовится перечень документов необходимых, пишется бизнес-план совместно с предпринимателем. Рассматривается кредитная заявка, то же самое в течение месяца кредит получает. Также мы проводим дальнейшее сопровождение вплоть до реализации проектов. А на какой срок выдаются кредиты, какая процентная ставка? Сами условия кредитования у нас зависят от следующих направлений. Мы финансируем в разных регионах по-разному. У нас есть финансовые партнеры, такие же, как в лице фонда финансовой поддержки, которые мы финансируем без процентов, даем деньги без процентов. Они, соответственно, финансируют по 6% до 5 лет. А те микрофинансовые организации, которые мы сами создали и финансируем, мы финансируем без процентов также до 5 лет. Залог принимаем любое ликвидное имущество, необязательное требование, как делаются банки, только должна быть недвижимость. Мы и под недвижимое вещество тоже финансируем. Я думаю, Женезбек, здесь вы дадите фору, все-таки, наверное, Государственному институту развития. Но я хотел бы больше у Айжан спросить, а какие у вас условия по льготному кредитованию? Какая процент ставка? Какой срок кредитов? Какие залоговые требования? По программе Сабага и Алтынасык у нас на сегодняшний день ставка составляет 6% годовых. И срок по Сабага до 10 лет, по Алтынасык до 8 лет. Это в зависимости от специфики животноводства. По коневодству у нас ставка на сегодняшний день 16,5% годовых. Это из-за того, что мы привлекли от частных инвесторов капиталы. И, соответственно, размещаем сейчас. Насколько я знаю, тут ставка субсидируется, да? Да, и данная ставка подпадает под субсидирование до 10% годовых. А какой средний портфель, допустим? Вот сегодня в сюжете мы слышали, 26 миллионов деньги взял человек. А какой минимальный, какой максимальный объем кредитов можно взять? У нас такого, как сказать, минимума прям нет. Единственное, мы смотрим, конечно, для того, чтобы проект обязательно окупался. То есть, например, одна голова КРС, конечно, она будет очень долго окупаться. Максимума у нас тоже как такового нет. Это 25% от нашего капитала, от собственного капитала. Это очень большая сумма, это порядка 4 миллиарда в тинге. То есть, мы не ограничиваем ни по минимуму, ни по максимуму. Насколько я знаю, кредитный портфель для аграрной корпорации, все-таки это больше относится к среднему бизнесу. То есть, именно вот тот сегмент мелкого бизнеса, который был более-менее свободен, сегодня НПП от Амикен со своей замечательной программой, в принципе, начинает пилотно шагать. 5 регионов уже охватили. И еще, я так понимаю, 10 на подходе. А примерно, расскажите, поделитесь планами, когда вот эти 10 регионов вы охватите? Какие ошибки, допустим, какие изменения в программе будут вноситься по ходу реализации этой программы? Видите, как у нас цель не преследуется, допустим, конкурировать с финансовым сутом. У нас идет как бы дефицитованный денег. Мы посчитали ежегодно примерно около 100 миллиардов тинге потребность финансирования малого бизнеса. А этих денег недостаточно. Я сразу перебьюсь. Я, наоборот, отметил, что именно вы дополняете институт государственного развития, который имеет определенные требования в ходной билет. То есть, допустим, 26 миллионов – это не 6 миллионов тенге. А вы как раз даете старт любому человеку в селе, который потенциально является бизнесменом, начать эту программу. И уже достичь уровня, уже дальше обращаться через кредитный комитет и все вот эти процедуры. Поэтому все-таки для наших зрителей, которые находятся в селах, я думаю, будет более интересно ваша программа сегодня. А уже, которые более созрели, уже знают, что такое бизнес-план и так далее. Они уже будут к вам обращаться. Мы сейчас тесно работаем по программе «Дорожная карта занятаясь-2020». Основным оператором сейчас у нас в многих регионах является дочерняя компания «Казагра». Мы совместно с Холдином «Казагрово» переговорили и с Министерством здравоохранения и соцразвития о том, что мы также будем подключаться, тоже поможем операторам освоить эти деньги. Сейчас планируется получить около 3 миллиардов тенге. Дополнительно еще на 5 регионах у нас будут создаваться микрофинансовые организации. И мы будем финансировать также по тем условиям, которые финансируются по «Дорожной карте занятости». Дополнительно мы переговорим с зарубежными инвесторами. Сейчас привлекаем тоже около 3 миллионов долларов с Исламовского банка. Также они больше, как бы наша цель, мы финансируем без процентов. И поэтому данная программа будет дальше продолжаться. Замечательно. Мы надеемся, что в ближайшее время в каждом регионе будет такой вот сервис, когда можно будет получить до 15 миллионов под гарантию солидарную с Акиматом и под конкретные проекты, чтобы дать возможность развиваться бизнесу. Потому что, насколько нам известно, я работаю уже в 80-м сельском хозяйстве, в селе люди привыкли жить апатично, опираясь на свои собственные ресурсы. Есть, допустим, 3-4 головы коровы, которые он дует, сдает ежедневно молоко, осенью сдает ее на мясо, получает деньги, покупает школьную форму, учебники. То есть мы не видим, к сожалению, пока таких динамичных условий для того, чтобы сделать из сельчан бизнесменов. На самом деле во всем мире с развитой отраслью сельского хозяйства именно сельское население является поставщиком для сельского бизнеса. У нас из-за того, что некоторое время назад залоговая политика была очень жесткая, сельское хозяйство бизнеса считалось очень рисковым, чтобы только крупные игроки могли заходить на этот бизнес и развиваться на серьезную сторону. Но, тем не менее, сегодня мы видим, что крупный бизнес у нас кредитуется, средний бизнес кредитуется через АКК и фонд финанс-поддержки, и мелкий, только начинающий бизнес уже может делать первые шаги вместе с партнером, который имеет, в принципе, во всех регионах свои представительства. Это НПП Атамикен, это внушает оптимизм, и я надеюсь, что в долгосрочной перспективе это даст свои плоды. Я хотел бы спросить, Уайжан, какие, на ваш взгляд, у вас активные регионы, и в каких отраслях, допустим, овцеводство на юге, Сыбага, на севере, вот такие маленькие? По животноводству у нас самые активные регионы, это в основном южные регионы. Это Южно-Казахстанская область, лидеры у нас ежегодные, Алматинская область и Жамбульская область. Но по растеневодству это, конечно же, от специфики зависит, это в основном у нас лидеры зерносеющие регионы, это Кустанайская область, Североказахстанская область, Акмолинская область и частично Карагандинская область. И по животноводству хотелось бы еще отметить, что Западно-Казахстанская область сейчас вот очень активно набирает обороты, уже второй год они, так сказать, за югом идут прям по пятам. Ну, это очень интересно, в принципе, отражает реалии. А что касается, вот вы сегодня обновились по кредитным товариществам, тоже многие люди интересуются, как понять товарищество, на каких основах, должны ли они входить своим имуществом, либо они просто солидарной гарантией входят. Вот побольше, Айжанна, вы это можете рассказать? Какие кредитные, допустим, еще и к тому же льготы, которые новым законодательством предусмотрены в этом контексте? Кредитное товарищество – это вообще очень уникальная система кредитования, она была запущена в 2001 году. И отличительная черта данной программы, что необходимо войти в это кредитное товарищество, но плюсы в том, что оно представлено в каждом районе. То есть у нас у Казахстана есть специфика, что очень долго ехать до областного центра, и никакая компания не может себе позволить держать свой штат в каждом районе. Вот благодаря данной программе и кредитным товариществам каждое кредитное товарищество есть в районе, прямо на местах. То есть сельчанин может приехать туда буквально за 10-15 минут, сдать туда пакет документов. А кто учредитель кредитного товарищества? Учредитель кредитного товарищества – это именно все участники этого кредитного товарищества. Сами сельчанин, сами бизнесменные? Да. То есть они становятся соучредителями данного кредитного товарищества, они сами выбирают себе председателя, сами решают бюджет, сами определяют свою кредитную политику. Ставки там у нас очень лояльные, на сегодняшний день мы кредитуем само кредитное товарищество по 4% годовых, а уже конечного заемщика кредитное товарищество финансирует до 9% годовых. И оно само выбирает, кому давать, на какие средства, пчеловодство, козоводство, любые сферы, а сколько людей должно быть участниками кредитного товарищества? Минимально 20 участников. И вы, получается, культивируете принцип солидарной ответственности. Если один из них, получается, не выплатил, все остальные за него отвечают? Да. Принцип солидарной ответственности, зато это повышает дисциплину. Там очень хороший кредитный портфель по данной программе. Но благодаря этой солидарной ответственности мы приняли очень лояльную залоговую политику. То есть у нас нет требований каких-то жестких, чтобы обязательно была какая-то доля недвижимости. То есть можно только под движимое имущество прокредитовать, можно прокредитовать только под биологические активы. То есть благодаря хорошему качеству портфеля у нас и очень лояльная кредитная политика в отношении этой программы. Ну вот еще один немаловажный вопрос, который я сегодня хотел затронуть, это возвратность кредитных средств именно на селе. У многих людей, у многих бизнесменов бытует мнение, что на селе кредиты невозвратные. Я хотел бы сегодня спросить у наших экспертов, какова доля возвратности в МСБ кредитов и как она сравнивается с, допустим, крупными компаниями? Наверное, такое отношение к сельскому бизнесу возникло из-за того, что его нужно кредитовать именно со спецификой в сельском хозяйстве. То есть животноводству нужно подходить именно со спецификой оборота стата, по растеневодству со спецификой баланса зерна. То есть когда кредитные аналитики знают все эти вещи, то, соответственно, можно выстроить именно правильный график, выстроить льготный период, другой. То есть, я вас перебью для зрителей, это значит, что раньше кредитовали не специалисты, и они, получается, выдавали деньги просто так и... Я имею в виду, что банки боятся туда заходить, потому что нет именно экспертов. Мы с прошлого года запустили уже программу фондирования банков второго уровня, и параллельно проводим еще обучение для специалистов банков, чтобы вовлечь их в кредитование АПК. А вообще какой процент возвратности? 80, 90, 100 процентов? Ну, я бы сказала, лучше, чем у городских проектов, да, намного лучше. Я думаю, что после этой беседы сегодняшней многие инвесторы обратят внимание на сельское хозяйство. И вот у нас есть, в принципе, готовый инструмент, помимо фондирования Казакра, который, в принципе, предвлекается на крупных фондовых площадках, любой инвестор, получается, который от 500 тысяч долларов, от миллиона долларов может прийти к вам и направить деньги на сельское хозяйство. Я правильно понимаю? Да, конечно, это, наоборот, приветствуется. У нас очень много крупного бизнеса, который именно положительно помогает развитию малого бизнеса. Хорошо. К сожалению, у нас программа подходит к концу, но сегодняшняя беседа получилась очень интересной, очень насыщенной. 99 процентов, как сегодня сказали, находятся на селе, поэтому давайте попрощаемся с нашими гостями, поблагодарим их за приятную беседу и до следующей недели. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok